Я знаю, друзья, что большинство из вас смотрят мой канал, потому что вы хотите использовать стиль, чтобы выглядеть привлекательнее. И это хорошо. Стиль определенно может повысить ваши шансы. На вас будут заглядываться, а не просматривать. Вы хотите быть замеченным. Но чем глубже вы погружаетесь в эту тему, тем больше каналов находите, много другой информации. Все эти разговоры про игры разума, игры на свиданиях. Но игры не работают, и сейчас мы это обсудим. Друзья, я почитал литературу. Да, я прочитал эту книгу и немало других. Но гораздо глубже я погрузился в такого рода литературу. О нашем прошлом. Истоки поведения. Я изучал эволюционную биологию, психологию. Прочитал большое количество исследований, почему люди привлекают друг друга. Да, игры работают, но поверхностно. С помощью их вы можете завлечь ее к себе домой на ночь. Может быть, несколько недель у вас будут какие-то отношения. Но в этом и проблема, друзья. Как только у вас начнутся настоящие отношения, и вы начнете жить, то вы будете жить под давлением. Некоторые вещи будут усложнять ее. И вы поймете, что игры не выдержат испытаний. Они предназначены, чтобы действовать здесь и сейчас. И вы поймете, что на самом деле не хотите быть с этим человеком. Так что же работает? Как построить отношения с девушкой? Как строить отношения с друзьями, с семьей, с любым в этом мире? Друзья, все начинается с самовыражения и способности общаться с ними честно, откровенно и часто. Давайте поговорим об этом. Итак, честно. Вы должны уметь разложить все по полочкам. Это невероятно мощная штука, когда вы можете рассказать кому-то честно, что вы к нему чувствуете. Откровенно. Вам нужно быть способным поговорить с человеком, когда вам это нужно. Вам нужен человек, которому вы можете позвонить, которому вы можете отправить сообщение, и вы знаете, что он ответит. Для большинства из нас это очень сложно выразить, что чувствуем. Но вы должны быть способны общаться открыто. Далее, в чем большинство парней все время лажают? И это не выражение чувств. Чистота. Вы начали отношения полгода назад. Месяц вы говорили девушке, как много она для вас значит. Когда вы говорили это в последний раз своей жене, вы женаты 5 лет. Вы дали клятву, сказали, что сильно ее любите. Но когда вы в последний раз говорили, что любите ее? Зачастую я говорю своей, как я ее люблю, каждый раз перед сном. Ведь вы не знаете, сколько вам осталось на этой земле. Ну что ж, теперь мы можем согласиться с тем, что игры нам не подходят. Вам нужно уметь выражать свои чувства. Но как их выражать? Это вопрос на миллион долларов. Сегодня я дам вам 5 действенных советов. Способы, как вы можете выразиться. Способы, с помощью которых вы сможете выразить, как много девушка значит для вас. Первое. Простые записки. У меня весь дом наполнен скрытыми маленькими стикерами. Я сделал это год назад с простой надписью «Тони любит Лену». Я приклеил их стратегическим образом на шкафы. В те области, где она просто может их найти. Просто занимаясь по дому день за днем. Она их обожает. Это постоянно напоминает ей о том, как много она значит для меня. Еще один вариант – красивая карточка. Знаю, их бывает сложно найти. Карточки, которые выражают то, что вы чувствуете. Далее – физический контакт. Я знаю, друзья, о чем вы подумали. Это не то. Я говорю о простых физических контактах. Проведите рукой по волосам своей жены. Зная по себе, это имеет значение. Когда у моей жены болит голова, она обожает массаж головы. Я просто подхожу сзади, делаю его минут 10, просто делаю ей приятный массаж. И это многое значит для нее. Мы люди. Нам нужны прикосновения. Нам нужны взаимодействия. Далее поговорим о телефоне. Проявим креатив. Что касается меня, мне нравятся фотографии жены и детей на заставке. Это постоянное напоминание о важном. Если вы звоните своей жене каждый день, почему бы не разнообразить общение? Отправьте ей текст, картинку. А если вы обычно переписываетесь с ней и присылаете картинки? Как насчет звонка и сказать ей «Привет, я хочу поговорить с тобой. Я просто хочу, чтобы ты знала, как ты много значишь для меня». Итак, ищите способы общаться и не бойтесь смешивать их. Подарки. Не бойтесь дарить подарки без причины. Я люблю покупать цветы без всякой причины. Я всегда их покупаю, когда ищу благосклонности, пытаюсь защитить себя, когда лажаю. Или что-то забываю, как забыл про некоторые годовщины. Но что касается дела, я обожаю дарить подарки. Моя жена любит цветы. Да, они живут только несколько дней, но они делают дни ярче. И она обожает цветы. Со следующим будет непросто. Это очень трудно для меня. Если ваша женщина в приоритете, вам нужно выделять время для нее. Друзья, это значит, планируйте время. Да, не звучит сексуально, но такова жизнь. Если вы задерживаетесь, потому что провели лишнее время с клиентом, и думаете, она поймет. Это ловушка, в которую мы все попадаем. Особенно те парни, которые хотят быть успешными. Достичь многого. Мы начинаем относиться к тому, что больше всего значит для нас с наименьшим вниманием. Вплоть до того, что уделяем время для галочки. Друзья, вы должны пресечь это взородыше. Вы должны говорить, что этот человек достоин того, чтобы я перелетел через всю страну, чтобы провести с ним время. Мы с женой встречались на расстоянии годы. Я по 11 месяцев не видел ее. Но при этом мы были связаны. Я отбросил все. Я знал, что она важна для меня. Я был в морской пехоте в то время, и как раз перед командировкой в Ирак, знаете, в чем я был уверен? Даже если я потеряю ногу, эта женщина будет рядом. И когда у вас будут такие отношения, друзья? Все эти игры, все лишнее уйдет в сторону. На этом моменте вы можете сказать. Антонио, это прекрасная информация, но у меня более глубокие проблемы. Я даже не знаю, как заговорить с девушкой. Я не знаю, как к ней подойти. Может, вы относительно молоды, новичок в свиданиях. Может, недавно развелись и смертельно боитесь возвращения в игру. Друзья, у меня есть видео для вас здесь. Три совета, как подойти и заговорить с девушкой. Я хочу, чтобы вы посмотрели это видео. Я рассказываю кучу деталей, какие вы можете принять шаги, чтобы превозмочь этот страх. Чтобы подойти и заговорить с девушкой. Ну что, господа, на этом все. Будьте стильными. Увидимся в следующем видео.